Привет-привет! Сегодня я к вам с таким вот совсем небольшим альбомчиком. Недавно я делала обзор на скраб материал и в этом обзоре показывала набор от Artuzor, который называется Naturals. Именно из этого набора я сделала альбом. Это быстрый альбом по моему мастер-классу. Сделала я его в подарок человеку, который совсем недавно вернулся из путешествия по Алтаю. К тому же это первая моя работа в эко-стиле, поэтому альбом получился не слишком замысловатым, но так как это быстрый альбом. В целом результат мне нравится и я решила вам его показать. Обложку украсила ботаническим чипбордом, деревянными вот такими украшениями, натуральный спил, пуговка-бабочка, здесь у меня спрятана мешковина, джут, ну и помаленьку вырубка, отштамповка и кусочки, которые у меня остались от набора. Давайте покажу вам, что у него внутри. Альбом завязывается на репсовую ленту. Вот так выглядит его центральный разворот. Этот альбом рассчитан на половинки фотографий 10 на 15. Центральную часть я также украсила мешковиной, джутом. Очень красивая фишка от эко-пейпа. Здесь же у меня чипборд, плоские цветы. На каждую страничку я добавила немного капель белым и черным акрилом. Здесь за подложку прячется симпатичная карточка с бабочкой. Верхняя часть держится на магните, откидывается таким образом. Здесь еще два места для фотографии, а здесь карман. То есть фотографию можно сделать сюда. Декор расположен таким образом, что под него можно все разместить. И в кармане также карточки. Две для фотографии и вот такая вот с надписью «Улыбнись». Также здесь еще вот такая маленькая карточка со смородиной с надписью «Быть счастливым». Это все, что имеет значение. Откидывается еще вверх. Здесь раскладушка на анкере, а здесь на магнитике. Еще центральная часть откидывается вниз. Здесь два места для фотографий и каскад, рассчитанный на 6-7 фотографий. Чтобы не было пусто, немножко украсила отштамповками ботаническими. Закрываем центральную часть и переходим к правой. На этой страничке мне больше всего нравится, как получился чипборд. Я сначала на него нанесла каракелюрный лак, а затем добавила акварель зеленую, и она пропиталась сквозь трещинки. Получился очень неинтересный, неоднородный окрас. Также здесь у меня гипсовый рюкзачок, высечки, эмбосинг на кальке. Эта страничка открывается так и так. Переворачиваем. Здесь я также использовала чипборд. Украшу украсила его глоссий акцентом и акварельными красками. Надпись, сизаль, штампики. На этой страничке маленький деревянный спил и еще карточки для фотографий. На этой карточке можно что-нибудь написать. Также здесь спрятан вот такой большой тег для дополнительных фотографий. левая сторона также закрывается на анкер, откидывается вниз. Здесь вот такая гипсовая птичка, чипборд, вырубки и симпатичная перышко на кальке белый эмбосинг. Это кто-то из девочек присылал мне в подарок. Далее открывается так. На этой страничке большой карман. Он очень объемный, туда можно много фотографий разместить. Здесь я также украсила мешковиной, вырубкой, гортензиями. Так. На этой страничке две фотографии, а здесь магнитик держит верхний клапан. Можно откинуть вниз. Здесь я сделала вот такой мостик с небольшими украшениями. Карточка вынимается, на ней сделать какие-то записи дополнительные можно. И также вынимается вот такая небольшая книжечка для фото. Внизу у меня надпись, высечки, перламутровая пуговка. Красиво очень бумага зеленая. Ну и последняя страничка, крайняя левая. На ней мало декора, потому что она обязательно должна быть плоской, иначе будет мешать закрываться альбому. Здесь у меня карточка мои, друзья, мое богатство. Немножко высечек и вот такая пуговка бабочка. Теперь все складываем. Вот такой альбомчик у меня получился. Я традиционно была рада вам его показать. Если возникли какие-то вопросы, пишите их внизу в комментариях. Я постараюсь ответить. До скорых встреч. Пока-пока!